Они составляют карты, прокладывают дороги, и без них немыслимо появление городов в принципе. Свой профессиональный праздник отметили геодезисты. Наш следующий материал о человеке, который своими глазами видел, как в безликой и далеко не гостеприимной тайге вырос наш Ноябрьск. От первых поселков до нынешних многоэтажек. Слово Кириллу Мигелю. Пунктирные, кривые, просто точки и совершенно непонятные большинству цифры. Вот так выглядит геодезическая карта. Сколько подобных за свою жизнь составил Александр Леонтьев, сосчитать невозможно. Специалист с 30-летним стажем своими глазами видел, как некогда простой рабочий поселок превращался в настоящий город. Да что там видел, он сам принимал в его возведении непосредственное участие. Едва ли не с первым десантом Леонтьев приехал на Ноябрьскую землю. Вот с этого момента как бы началась съемка на расширение территории подстроительства микрорайонов, промзоны и съемка вообще всех прилегающих поселков соответственно. За 30 лет работы, рассказывает Александр Леонтьев, он прошел расстояние примерно как от Москвы до Владивостока, по болотам и сугробам. Из ориентиров только компас, ведь это именно он должен был составить первые карты мест, куда не ступала нога человека. Хотя геодезистом он никогда становиться и не думал. Изначально хотел быть энергетиком, но не поступил в университет. Пришлось идти в техникум, выбрал первую попавшуюся профессию. Да так в ней и остался. Вот молодой специалист приезжал, его прикрепляли к кому-то помощникам и он три года с ним как бы работал. После этого только разрешали, если допустим исполнитель говорит, что он сможет работать самостоятельно, то ему говорили да. Я год только проработал и на следующий год поехал самостоятельно. Но я об этом очень горько пожалел, конечно. Истории о том, как работали в далекие 80-е, хранят пожелтевшие фотоснимки. Таежная зорь, северная природа, словом, романтика. Но это для обывателя. Люди, которые отдали профессии не один год, говорят, работа геодезиста – тяжкий труд в нечеловеческих условиях. Летом в местных лесах не давало продохнуть мошкара. Зимой здесь, мягко говоря, не жарко. Привалы устраивали прямо в сугробах, выкапывая яму до промерзшей земли. На обед – сухари да тушенка. И жить так приходилось по полгода. Он и сегодня иногда выходит, так сказать, в поле, чтобы не терять форму. Это сейчас все относительно просто. Технологии шагнули далеко вперед. А когда-то, говорит геодезист Леонтьев, рисовать карты приходилось вручную. Сейчас уже на порядок выше. Даже не на порядок, наверное, более чем на порядок. Плюс еще также есть и GPS-навигаторные приборы, которые GPS-навигаторные. Они довольно-таки в высокой точности. Там уже через спутники тарелочка. Также ставится на точку. И ты получаешь измерение на нее в очень высокой точности. До миллиметров. Он относится к числу немногих специалистов в стране, которые в советские годы были удостоены индивидуальной печати, используя которую на исполнительной документации. Эту исполнительную документацию уже никто не проверял. То есть это печать на силу, силу аксиомы. И так всегда. По жизни со знаком качества. Сегодня за многолетний добросовестный труд и по случаю профессионального праздника Александр Леонтьев удостоен почетной грамоты председателя городской думы. Ваш коллектив всегда на виду. У вас сегодня достаточно молодой энергичный руководитель. Я думаю, успехи ваши всегда будут значительны. И без 171 экспедиции вряд ли можно представить историю города Ноябрьска как такового, ну и нашего региона в целом. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города.